Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Джордж любит играть с мистером-динозавром в ванне. Вечером Джордж всегда берет мистера-динозавра с собой в постель. Динозавр. Джордж! Мистер-динозавр сломался! Ой. У динозавра больше нет хвоста. Бедный Джордж! Мистер-динозавр был у тебя очень долго. Удивляюсь, что он выдержал так долго. Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да! Завтра мы пойдем в магазин мистера-лиса. Это магазин мистера-лиса. В магазине мистера-лиса продается все. Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж. Динозавр! Джордж не хочет нового динозавра. Смотри, Джордж, большой динозавр. Ах! Динозавр! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины. Конечно. Хороший выбор. Это Дино-рык. Он рычит, ходит и поет песенку динозавра. Дино-рык! Дино-рык! Слушай, Дино-рык! Дино-рык! Ры-к! Ух ты! Дино-рык! Мы берем. Ха-ха-ха! Ры-к! Ха-ха-ха! Джордж играет с Дино-рыком в саду. Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж. У него подвижные детали, и он может сломаться. Джордж не может играть с Дино-рыком в саду. Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной. Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать. Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне. Привет, привет, Петро! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам. Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Э-э-э, нет. Мне от этого слегка не по себе. Давайте лучше представим, что сейчас ночь. Но сейчас светит солнышко. А вы представьте, что солнце – это луна. Хорошо! Петро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками. Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями. Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет. Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Нет. Вокруг нас Дикий Запад. А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои. А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы. Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью. Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите? Я спою песню ковбоя. А ты что, даже петь по ковбойски можешь? Да. Я сам ее сочинил. И вот как она звучит. Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое аквариат? Это старинные редкие вещи. Обычно редкие, да. Но у меня тут только новинки. Вот гарнитур из 12 стульев. Разве плохой? Стулья дубовые? Да. Это, знаете ли, пластиковый дуб. Удобный хотя бы. Не вздумайте садиться. Антикварные стулья сделаны не для этого. Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра. Это еще скучнее вазы. Любой взрослый вам скажет. Купить подарок для дедушки с бабушкой непростая работа. Я просто не понимаю. Я торгую абсолютно всем. Здесь должно быть то, что вам понравится. Так и есть. Мне нравится этот мишка. А раз так дедушке с бабушкой, он тоже понравится. О, значит, берем этого медведя. Замечательный подарок. Кто будет платить? Один пенни и две пуговицы. Возьмите сдачу. Одна пуговица. Благодарю вас, мистер Лис. Пеппа и ее семья поехали дарить бабушке с дедушкой подарки. Бабушка-свинья! Дедушка-свин! Здравствуйте, мои дорогие. Поздравляем с годовщиной. О, еще одна стеклянная ваза. Это подарок от взрослых. Наверное, поэтому такой скучный. Прекрасно. Мы поставим ее к остальным нашим вазам. Мы с Джоджем тоже купили вам подарок. Надеюсь, вам понравится. Плюшевый мишка. Дедушке и мне. Спасибо, Пеппа и Джордж. Его очень приятно обнимать. Как его зовут? Его зовут Мишка Эдди. А что ваш Эдди предпочитает на обед? Шоколадки и брокколи. Это самый замечательный подарок на свете. О, но если Эдди останется жить у нас, ему нужно будет с кем-нибудь играть. Мы будем с ним играть, бабушка. Принесите сюда своих любимцев. Лучший получит приз. Я принесу свою золотую рыбку. А я своего палочника. Я принесу геккона. А я обезьянку. Это не настоящее животное. Это кукла. Это не кукла. Это обезьянка. Ты ей нравишься, Дэнни. Зоуи может принести обезьянку, если хочет. Пора домой, дети. И не забудьте завтра взять своих питомцев. Вечер накануне конкурса домашних любимцев. Пеппо и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди. Ешь, Голди. Завтра у тебя трудный день. Я протру твой аквариум. Красота. Педро разговаривает со своим палочником. Это насекомое, похожее на палочку. Завтра ты поедешь со мной в детский сад. Там будут выбирать лучшего любимца. И это будешь ты. Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом. Посмотри на меня. А теперь ты. Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой. Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? Завтра веди себя хорошо. Не будь шелунишкой. Настал день конкурса домашних любимцев. Мадам Газель, а кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк. Здравствуйте все. Здравствуйте. Ой, какие у вас чудные любимцы. Очень веселая рыбка. А как ее зовут? Это Голди. Вы с ней уже встречались. Ее аквариум весь блестит. А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так. Черепашонок Тиддлс снова залез на дерево. Залез на дерево? Опять? Выезжаю немедленно. Хм... Интересно, а как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить. Точно. Пора кончать с этой деревяшкой. Нет. Хорошо, тогда я полезу наверх. Ура! О, да. Э, нет. Кажется, я застрял. И собаки не умеют лазать по деревьям. Ну теперь-то мы наконец его спилим. Нет, мы вызовем самую главную службу спасения нашего города. Хорошо, уже лечу. Это мисс Кролик, ее спасательный вертолет. Здравствуйте. Нужно скорее спасать черепашку. А кто остался в вашем вертолете? Ух ты, совсем забыла. Я только включу автопилот. Автопилот включен. Привет всем. На автопилоте вертолет может лететь сам по себе. Попался маленький проказник. Мисс Кролик спасла непослушного черепашонка. Ура! Спасибо, мисс Кролик, за то, что спасли этого малыша. Без проблем, дорогая. Спасибо, что и про нас не забыла. Такая у меня работа. Прощайте. Э, вы ничего не забыли, мэм? Что? Ох, да. Вертолет. До свидания, друзья. До свидания. Да чего же ты непослушный. Прекрасно. Ты уже засыпаешь. Иди в коробочку. Сладких снов, малыш. Теперь черепашонок будет спать всю зиму и проснется только, когда наступит весна. Ш-ш-ш. Динозавр. Гр-р-р. Джордж любит играть с мистером динозавром в ванне. Ха-ха-ха. 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 Вечером Джордж всегда берет мистера динозавра с собой в постель. Динозавр. Гр-р-р. Джордж, мистер динозавр сломался. Ой. У динозавра больше нет хвоста. А-а-а-а. Бедный Джордж. Мистер динозавр был у тебя очень долго. Удивляюсь, что он выдержал так долго. Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да. Завтра мы пойдем в магазин мистера Лиса. Это магазин мистера Лиса. В магазине мистера Лиса продается все. Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж. Динозавр. Джордж не хочет нового динозавра. Смотри, Джордж, большой динозавр. Ах, динозавр. Ха-ха-ха. Доброе утро. Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины. Конечно. Хороший выбор. Это Дино-рык. Он рычит, ходит и поет песенку динозавра. Дино-рык, Дино-рык. Слушай, Дино-рык. Рык. У-хы. Дино-рык. Мы берем. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Джордж играет с Дино-рыком в саду. Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж. У него подвижные детали, и он может сломаться. Джордж не может играть с Дино-рыком в саду. Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной. Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать. Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне. Дедушкин поезд пахтит чух-чух. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Дедушкин поезд пахтит чух-чух. Целый день. Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде. Доброе утро, дедушка-свин. Вы снова на своем игрушечном поезде? Дертруда не игрушка. Это миниатюрный локомотив. О, это мило. Пока. Едем быстрее, дедушка-свин. Не могу. Дертруда быстрее ездить не может. Большой поезд едет очень быстро. Ну вот, большой поезд сломался. Что случилось? Нам нужно на работу. Здравствуйте, мисс Кролик. У вас проблемы с поездом? Это не смешно, дедушка-свин. Всем моим пассажирам нужно на работу. Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда. Хорошая идея. Вылезайте. Что? Я беру взаймы ваш поезд. Пересадка. А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд. Отлично. Я люблю все чинить. Как весело. Ехать на игрушечном поезде. Гертруда не игрушка. Гертруда, это миниатюрный локомотив. Конечно. Всем на игрушечный поезд. А он не может ехать быстрее? Нет. Гертруда, медленный поезд. Миссис Корова ждет поезда на следующей станции. О, что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет. Это игрушечный поезд. Гертруда, не игрушечный поезд. Это миниатюрный локомотив. Это почта. Это мистер Зебра, почтальон. Здравствуйте, мамаша. Вам пришла открытка. Спасибо, мистер Зебра. До свидания. От кого открытка, мама? От капитана пса. Папа. Он закончил кругосветное плавание и едет домой. О, как замечательно. Интересно, когда он приедет? Приветствую, мистер Зебра. Здравствуйте, капитан пёс. Привет. Папа. Дэнни. Папа. Дэнни. Папа. Капитан пёс вернулся домой с моря. Мой капитан пёс. Мама пёс, моя дорогая. Ты надолго приехал, папа. Навсегда. Я решил, что мои путешествия окончены. Я пошёл вокруг света и сделал себе состояние. У-у-у. И потерял его снова. У-у-у. И снова сделал. Ура-а-а. А, я люблю путешествовать. Но мне кое-чего не хватает, когда я вдали. Чего, папа? Моих дорогих, конечно. Хе-хе-хе. Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку. Я расскажу вам о своих путешествиях. Я странствовал год и один день. Обогнул земной шар. Совсем обогнул? Да. А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет, я... Овечка Сюзи переоделась в халат медицинской сестры. Не бойтесь, я только притворюсь медсестрой. Покажите язык и скажите а-а-а. А-а-а-а. Дом кролика Ребекки. Кто со мной говорит? Это мама крольчиха. У вас всё хорошо? Да. Судя по всему, я пробуду на этой работе весь день. А как же все остальные работы, мисс Кролик? Нам нужны будут помощники. А-а-а. Мороженое от мисс Кролик? Папа, зачем ты опять покупаешь мороженое? О, Пепа, я шёл в спортивный зал и вдруг подумал, что мороженое сейчас было бы кстати. Мисс Кролик больна. Сегодня ты будешь продавать мороженое. О-о, уж я-то знаю толк в мороженом. Можно мне одно с вишенками? А-а-а. Клубничное, ванильное, шоколадное, банановое. Давайте с виставсками и одно клубничное. А-а-а. Клубничное. О-о, растаяло. Могу я предложить клубничный суп взамен? Служба эвакуации дедушки-пса слушает. Мисс Кролик больна. Не могли бы вы вывезти на маршрут её автобус? Конечно, Пепа. Все на борт. У мамы овцы сломалась её машина. Служба эвакуации дедушки пса слушает Не могли бы вы меня спасти Выезжаю немедленно Мы бы хотели извиниться перед вами за причиненные неудобства Восникшие вдруг у вас на пути Вести автобус непростая задача И продавать мороженое совсем непросто Я задаю вопросы, а вы отвечаете Какая же это, по-твоему, игра? Вы не должны говорить ни да, ни нет Слишком просто Значит, ты согласен сыграть? Да Ага, ты сказал да! Так нечестно, я был не готов Би, а ты готова? Да Ага, я снова выиграла! Пеппа очень хорошо играет в игру да и нет А мне можно задавать вопросы? Разумеется Ты не возражаешь, если я буду задавать вопросы? Я не возражаю Я когда-нибудь заставлю тебя сказать да или нет? Я так не думаю Ой, я сдаюсь Почему это ты всегда побеждаешь? Объясняю Потому что я не говорю ни да, ни нет А, я выиграл! Ты сказала да и нет! Это забавно! Поиграем в другую игру? Вы когда-нибудь играли в сардины? Сардины! А что это? Кто-то прячется, а мы стараемся его найти Это очень похоже на игру в прятки Но когда вы его находите, вы помалкиваете и прячетесь в том же месте, пока все там не спрячутся Прямо как сардины в банке! Хорошо, давайте попробуем Джордж, ты прячешься первым Раз, два, три Джордж ищет, где бы спрятаться Девять, десять! Кто не спрятался, я не виновата Джордж, я вижу твой хвостик Пеппа прячется с Джорджем Подвинься, Джордж! Я нашла вас! Теперь Хлоя должна втиснуться к Пеппи и Джорджу Подвиньтесь! Вот вы где! Теперь Белинда должна втиснуться туда же Потеснитесь! Мы прямо как сардины в банке! Джордж, вставай! Санта уже приходила! Мыльные пузырики! Картинги и мандарины! Мама! Папа! Наступило Рождество! Кто? Еще очень рано, Пеппа Лучше пойди и поздравь с праздником бабушку и дедушку Бабушка! Дедушка! Без паники! Лапы на палубу! Рождество! Сейчас только три часа утра Но Санта уже приходил А если он все еще здесь, мы его увидим? Нет, Санты здесь нет Смотрите, морковка, сок и сладкий пирог исчезли А в пирогах только крошки! Да, Санту очень любит сладенькое А под елкой коробки с подарками Я попросила Санту принести мне куклу Может, откроем их прямо сейчас? Большие коробки мы откроем только после праздничного обеда Ну, ладно Пеппа и ее семья сели за праздничный стол обедать Давайте взорвем хлопушки Там внутри красивые короны И свистульки для праздника А еще шутки Что там дрожит в небесах? Я не знаю Вертолеты с желе Праздничный пудинг просто обедение Пеппа и Джордж помогали мне его печь Мы его вымешивали А ты успела загадать желание, Пеппа? Да Я попросила, чтобы... Не посвящай нас Давайте откроем подарки Ух ты! Вот это подарок для Джорджа Какие прекрасные гоночные машины По-моему, они тут что-то намудрили Дайте-ка мне посмотреть Это сюда Вот это сюда Санта-Клаус Такой старенький Ему сто, еще сто лет Ух ты! И даже старше моего дедушки Домик Санта-Клауса О-о-о! О-о-о-о! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, добрый Данка Клаус! Вы хорошо себя ведете? Да! А все ли вы содержите в чистоте свои комнаты? Да! А ты? Хо-хо-хо! Конечно! А теперь подойдите и скажите, чего бы вам хотелось на праздник? Можно футбольный мяч, пожалуйста? Ксенофон! Домино! Магический шар, пожалуйста! Гоночную машину! Р-р-р-р! Мяч попрыгун! Бум-бум-бум! А можно поезд? Игрушечный, надеюсь? Какой еще игрушечный? Настоящий! Я буду катать на нем самых настоящих пассажиров! Хо-хо-хо! Посмотрим, смогу ли я! Так, надеюсь, это все? Мы с тобой никогда не встречались? Прости, дорогая, как тебя зовут? Я свинка Пеппа! Мы встречались! Точно! Ах, да! Очень рад тебя видеть, Пеппа! Что бы ты хотела получить на Рождество? Я бы хотела куклу, которая умеет ходить, говорить, а еще она сама закрывает глаза, когда спит! Можно? Э-э-э, мне то же самое, пожалуйста! Вот и договорились! Надеюсь, ты знаешь, где я живу, верно? Знаю, знаю! А сколько тебе лет? О-о-о! Мне сто и еще сто лет! Что я говорила? До свидания, Панта Краус! Не забудьте оставить мне сладкого пирога и... Сока! Мы и так помним! А еще морковки для оленей! Ха-а-а-а-у? Ха-а-а-а-а-у! Пеппа и ее семья поехали домой после Рождественской ярмарки! Папа! Девушки отдыхают Мы размялись, теперь можно начать Что начать? Ваше приключение! Представьте себе, что этот зал джунглей Он не похож на джунгли Где деревья? Вопросите их Деревья, дождь, быструю реку ваших ног Ваше первое приключение перейти через реку по этому бревну Да это легко А, но сейчас ночь и дует ветер Что? Так было со мной Ночь была темная и ветреная Я путешествовал Готовы? Но здесь нет ветра И сейчас не ночь Вопросите это Все перешли в воображаемую реку успешно Ура! Молодцы, мои маленькие исследователи Что дальше, дедушка кролик? Ваше новое приключение Перелететь на веревке над этой трясиной полной крокодилов Я не вижу никаких крокодилов Нужно представить Пусть эти крокодилы знают, кто главный Уходите, противные крокодилы Вот это правильно А вы пролетали на веревке над крокодильем болотом? Конечно пролетал Вы их боялись? Не так, как они боялись меня А-а-а! Перемена закончилась. Мадам Газель, теперь мы все умеем считать до десяти. Очень хорошо. Но нам нужно играть, чтобы считать. Разумеется. Ричард, Эдмонд, принесите нашу самую длинную скакалку. Здравствуйте. Я пришел забрать Пеппу и Джорджа. Папа, ты слишком рано. Не переживайте, вы можете поиграть с нами. Хорошо. Все готовы скакать? Готовы! Считаем до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. О, вы, кажется, устали, Папа-свин. Хо-хо-хо, все в порядке. Я могу прыгнуть и сто раз. Хорошие мысли, Папа-свин. Прыгайте до ста. А-а-а, может быть, и до двадцати? Хорошо, до двадцати. Одиннадцать, тринадцать. Ну, а теперь эстафета. Каждый должен выбрать кого-то из родителей. Пеппа, меня, меня. Но, папа, ты же плохо бегаешь. Ах, в детстве я был прекрасным бегуном. Но теперь у тебя большой живот. Но я могу достать до ног. Почти. Ладно, папа. Но беги очень-очень быстро. Хо-хо-хо. Мама и папа бегут первыми, а потом передают палочки детям. Мама и папа, на старт, внимание, марш! Папа-свин впереди всех. Да, папа! Спасибо, папа. Ты молодец. Теперь моя очередь бежать. Пеппа, не болтай. Беги! Ой! Давай! Давай! И победила Эмили Слоненок. Ура! О, папа, я так и не получила приз. Ничего, Пеппа. Есть еще одно состязание. И последнее состязание сегодня. Перетягивание каната. Мальчики против девочек. Когда я скажу, тяните канат изо всех сил. Девочки победят. Не победят, мальчики победят. На старт. Внимание, марш! Ну-ка, мальчики. Тяните. Ну-ка, девочки. Ну-ка, девочки. Тяните. 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 Все так старались, что веревка порвалась. У нас ничья. Победила дружба. Ура! Ура! У кого самый громкий звонок? А у меня нет звонка. Оу! Но у моего папы есть звонки в багажнике фургона. Трое часов. Это гораздо лучше одних. Папа, у тебя есть звонки для велосипеда? Сколько тебе нужно, сынок? Мне нужен всего один. У меня коробочки по два. Теперь у лисенка Фредди два звоночка. Отлично. Спасибо, папа. Папа дал мне два звонка. Ух ты! А что еще есть у твоего папы в фургоне? У него там есть все-все-все. У-у-у! Во что сейчас сыграем? Давайте устроим соревнование. А победитель получит большой блестящий кубок. Ну где нам взять этот кубок? Да. Где нам взять этот кубок? Я посмотрю, что можно сделать. Иметь собственную бетономешалку хорошо тем... Папа, у тебя есть большой блестящий кубок для победителя велосипедной гонки. А насколько важна ваша гонка? Она для нас очень важна. Такой пойдет. Ух ты! Спасибо, папа. Он золотой. Да. Это пластиковое золото. У-у-у! Вот кубок победителя. Он из пластикового золота. Ух ты! В фургоне твоего папа действительно есть все-все-все. Да. Да. Поехали до дома Пепы. На старт, внимание, марш! Дожмите на кнопку, и прибор просто исчезнет. О-о-о! О-о-о! Сначала сделай отжимание. Пс-с-с. Легко. О-о-о! Один. Два. Все. Хорошо, папа. А теперь ты должен отжаться еще сто раз. Целых сто? Да. Пойдемте. Пора готовить обед. Я вам помогу. Нет, папа. Ты же должен отжаться сто раз. Э-э-э. Раз. Два. Четыре. Четыре. Мама-свинка Пеппе и Джордж – это обед на кухне. Папа-свин все еще отжимается. Восемь. А у папы получается. Девять. Десять. Да. Одиннадцать. Надеюсь, что он не надорвется. Двенадцать. Я пойду посмотреть. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Папа-свин, так нечестно. Ты должен отжиматься. О, там очень интересная передача. Хитрый папа. Может, у папы лучше получится с моим тренажером? Ага, это будет весело. Я буду крутить педали и смотреть одновременно. Это невозможно. Тренажер слишком шумный. Я ничего не слышу. Но ты же хотел стать стройным. Я знаю. Возьми мой велосипед, папа-свин. Да. Заодно подышишь свежим воздухом. Папа-свин отправляется кататься на велосипеде Пеппы. Папа, это педали. Это тормоз. А это звонок. Да, да, Пеппа, я знаю. Пока. Проще простого. Папа-свиньи, это очень быстро. Я худею, даже не крутя педали. Лучше ехать помедленнее. Тут слишком слабый тормоз. Шантастика. Мы все должны много заниматься, а еще часто есть фрукты и овощи. А что именно мы должны есть, мистер Картошка? Яблоки, апельсины, морковь, помидоры. А картошку? Почему вы не такой маленький, как обычная картошка? Потому что он не такой, как обычная картошка. У него есть ноги. У обычной картошки ног не бывает. Он же супер картошка. Мы смотрим ваше шоу каждое утро. Очень хорошо. И не забывайте присылать мне рисунки. Пришлем. Пеппа и ее друзья в детском саду. Детишки, сегодня мы с вами будем рисовать для мистера Картошки. Ура! Я рисую сочный ананас. А я нарисую морковку. Очень хорошо. А что ты рисуешь, Эмили? Горошек. Прекрасно. А Педро? Это супер картошка. О, понятно. А Джордж нарисовал замечательный помидор. Пеппа, а какой овощ ты нарисовала? Это мой папа, когда он смотрит телевизор. О, превосходно. Сейчас мы положим рисунки в конверт и отправим их мистеру Картошки. Уже утро, и пора смотреть шоу мистера Картошки. Прошу, встречайте всеобщего любимца, мистера Картошку. Мы отправили рисунки мистеру Картошки в одном большом конверте. Вы получили их конверт? Он же не слышит тебя, папа. Он сидит в телевизоре. О, да, разумеется. Я получил конверт, полный ваших рисунков. Этот помидор кажется очень сочным. Этот Джордж сам нарисовал. Молодец, Джордж. На старт, внимание, марш! Давай, папа Хин, ты сможешь! Давай, автобус, ты сможешь! Школьный автобус добрался до замка ветров. Теперь все могут наслаждаться пикником. Воды! Воды! Какой чудесный жаркий день! И такой приятный способ собрать деньги! Воды! Воды! Папа-свин добежал до магазина. От бега ему очень хочется пить. Посмотрим в подзорную трубу. Я вижу папу! В подзорную трубу все кажется ближе. Ой, он бежит не очень быстро. Папа-свин добрался до гаража дедушки-пса. О, все! Я больше не могу! Папа остановился! Вижу, тебе жарко. Тебе нужно чем-то охладиться. И набраться сил. Возьми фруктовый лед. Спасибо, дедушка-пес. Это приятно. А, оса! Кыш, кыш! Уйди, насекомое! Оса хочет, чтобы папа поделился с ней. Нет! Это мой фруктовый лед! Папа снова побежал! Ой, как быстро! Ура! Отстань! Отстань! Вы можете остановиться, папа-свин. Нам хватит денег, чтобы починить крышу. А-а-а! Папа-свин оторвался от осы. Молодец, папа-свин. Вы столько пробежали, что и на новый школьный автобус хватит. Спасибо, папа-свин! Хо-хо-хо, всегда рад помочь. Все собрались посмотреть, как папа-свин прыгнет в лужу. Прошу, встречайте всеобщего любимца мистера Картошку! Ура! Удачи вам, папа-свин! О, ну где же ваши счастливые бутсы? А вот и они! Спасибо, дядушка-свин! Они пахнут помидорами! А сейчас прыжок в лужу папы-свина! Папа-свин задумался. На старт! Внимание! Марш! Я должен стать единым целым с лужей. Я должен сам стать лужей. О-о-о-о! И лужа пропала! Лужа попала сразу на всех нас! Папа-свин стал единым целым с лужей. Все стали единым целым с лужей. Это новый мировой рекорд! Ура! Чемпион папа-свин! А это кто? Я свинка Пепа. Когда-нибудь я тоже стану чемпионом по прыжкам в лужи. Я ее тренирую. А-а-а! Тренироваться у мастера? Чему ты научилась? А-а-а! Если ты прыгаешь по грязным лужам, то всегда нужно надевать бутсы! Ха-ха-ха! Здравствуй, Сьюзи! Здравствуй, Пепа! Пепа и Сьюзи – лучшие подруги. Угадай, что со мной случилось вчера? Вчера я ходила на утиный пруд и видела миссис Утку. А я вчера? А потом я пошла в магазин с мамой. И мы купили хлеб, морковку и... Что с тобой? Ты слишком много болтаешь. Все время. Тра-та-та-та-та. Прямо вот так. Тра-та-та-та. Мама, Сьюзи сказала, я много болтаю. Да, ты правда. Настоящая болтушка, Пепа. Болтушка. Правильно. Болтушка здесь. Болтушка там. Болтать, 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 болтать. Ты вообще никогда не умолкаешь. Я запросто могу замолчать, если захочу. Нет, не можешь. Нет, могу. Не можешь. Нет, могу. Не можешь. Ну, хватит. Я никогда больше с тобой не заговорю. Привет, Сьюзи. Привет, Пепа. Привет, Зои. Ты хорошо выглядишь. Вот, спасибо, Сьюзи. Это все мое новое платье. А почему ты не разговариваешь, Пепа? Да, почему ты не говоришь, Пепа? Ох, это дурацкая игра. Какую игру ты играешь? Сьюзи сказала, что я болтушка, и что я не могу помолчать. Но ведь ты и сейчас не молчишь, правда же? Так. Я больше никогда в жизни не буду говорить с этого момента. Всем привет. Привет, Дэнни. Привет, Дэнни. А что случилось с Пепой? Она не разговаривает. О, кто хочет винограда? Я хочу. Я хочу. Нельзя кивать головой. Это нечестно. И нельзя моргать. Пепа, Джордж, вы хотите покормить курочек зерном? Да, очень, бабушка. Держите курочки. Угощайтесь. У-у-у. У вас есть собственный домик. Это курятник. Здесь курочки откладывают яйца. Яйца? Не вижу ни одного яичка. Их сейчас нет, но скоро они появятся. У-у-у. Пеппи и Джорджу пора спать в доме бабушки и дедушки. Ха-ха-ха-ха. А курочки уже снесли яички, бабушка? Может быть, утром, Пеппа. Как мы узнаем, что наступило утро? Невил об этом скажет. А сейчас спите. Спокойной ночи. Наступило утро. Ха-ха-ха. Это Невил. Ха-ха-ха. Спасибо, что разбудил нас, Невил. Ха-ха-ха. Кукаряку. Ха-ха-ха. Доброе утро, Джимайма, Сара и Ванесса. Вы снесли для нас яички? Раз, два, три, четыре. Четыре яйца, бабушка. Значит, у нас будут яйца на завтрак. Спасибо вам, Джимайма, Сара и Ванесса. Ха-ха-ха. Вареные вкрутую яйца для вас. Ура! Ммм, ужасно вкусно. Бабушка, твои курочки несут очень вкусные яички. Да, потому что они едят сладкую кукурузу. А еще мой салатик. Ха-ха-ха. 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 Да что же там творится? Какой страшный шум. И что это за жуткий беспорядок? Кто-нибудь может поскользнуться и удариться? Кое-кто уже поскользнулся и ударился. Ай-яй-яй, бедный папа-свин. Пора браться за уборку, дети. Но, мама, мы играем в куколы динозавров. Да играете, когда уберете. Но это все Джордж разбросал. Неужели? Выходит, что это одно из платьиц Джорджа. Нет. Но кое-что разбросала и я. Я буду помогать Джорджу, а мама-свинка Пепе. Устроим соревнование, девочки и мальчики. Правильно. Посмотрим, кто закончит первым. На старт, внимание, марш! Ха-ха, мы выигрываем. Игровым. Вот и нет. Вот. Ой, что это? Тедди, а я тебя искала. Скорей, Пепа, клади своего Тедди в корзинку. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот. Теперь книжки. Хи-хи-хи-хи. Чудно. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. А это что такое? Динозавр. Правильно. Книга про динозавров. Это же книжка-раскладушка про динозавров. Хи-хи-хи. Это тираннозавр Рекс. Тираннозаврус Рекс. Хи-хи-хи. Хи-хи. О-о-о, это бронтозавр. Бронтозавра. Хи-хи-хи. 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 А это трицератопс. Трицератопс. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Молодец, Джордж. Хи-хи. Мистер Бык вытряхнул наше ведро. Что ж, нужно убрать на столе. Можно мы тоже, мама? Да, можно. Я брошу пустую бутылку в ведро. Пеппа, постой. Что? Бутылки не выбрасывают ведро. Их перерабатывают. Что это значит? Все, чем больше нельзя пользоваться, бросаем в ведро для мистера Быка. Но все, что еще можно использовать, мы складываем в коробки. Красное для газет. Синяя для банок, а зеленая для бутылок. Пеппа, у тебя бутылка. В какую коробку ее положить? Ммм, в зеленую. Да. Хи-хи-хи. Это весело. А теперь, Джордж. Ну-ка, найди газету для красной. Джордж хочет выбросить папину газету. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я ее еще не прочитал, Джордж. Подожди-ка минутку. Ну все. На, возьми, Джордж. Газеты в красной коробке, Джордж. Хи-хи-хи-хи. Наши коробки наполнены. Можно ехать в центр переработки. Ура! Едем! Мама несет бутылки. Пеппа консервные банки. А Джордж газеты. Все готовы? Да, папа-свин. Поехали. На переработку везем мы сегодня. Банки. Бутылки. Газеты. На переработку везем мы сегодня. Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Когда я скажу, заводите. Есть, капитан Папа-свин. Пошел. Папа-свин вытолкнул корабль из камыша. Ура! Молодец, папа. Залезай к нам. О нет. Папа никак не догонит корабль. Скорее, папа. Глуши мотор. Что он сказал? Глуши мотор. Он сказал, глуши мотор. О! Ты в порядке, папа-свин? Да, в полном. Плывем домой, пока с нами еще чего не случилось. Есть, капитан Папа-свин. Ну, что они там так долго? Надеюсь, мой корабль цел. Смотри, вот и они. Привет! Эй, на борту! Сейчас припаркую. А-а-а, припаркую. Корабли швартуют. Эх, я покажу тебе, как это делается. Сейчас дедушка-свин пришвартует корабль. Весь секрет швартовки в точности и сноровки. Берегись мост. Да? Поглянись назад. А-а-а, я это не нарочно. Дедушка сломал корабль. Ничего, дедушка. Теперь тебе есть что починить. Это правда. Я люблю все чинить. Можно я тебе помогу, дедушка? Хо-хо, конечно, можно, Пеппа. Хо-хо, большое спасибо. Ух ты, как много свечек. Потому что ты очень-очень взрослый, Папа. Да. Ты должен задуть все свечки сразу. Хо-хо, я постараюсь. Ура! А вот и твой подарок. Спасибо. Сапоги! Вот это да! Нужно испытать. Пеппа, Джордж и мама надели сапоги. Хо-хо-хо. Хе-хе. Папа-свин надел свои новые сапоги. Папа-свин нашел маленькую лужу. Сейчас мы их испытаем. Лужа слишком маленькая для Папа-свина. Хм. Мне нужна лужа побольше. Может быть, это подойдет, Папа-свин? Хе-хе-хе. 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 Что это? Это наш сюрприз для тебя. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Что же они придумали? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это большая лужа. Вот это да. Хе-хе-хе. Сапоги просто превосходные. Скорее полезайте в мою именинную лужу. Хе-хе-хе. Папа-свин готовит на обед овощной суп. Папа, тебе помочь? Спасибо, Пепа. Папа, ты можешь убрать эти овощные очистки? Хорошо. Хе-хе-хе. Стой, Пепа. Не бросай овощные очистки в обычный мусор. Бросай их в коричневый контейнер. О-о-о. На-на. Правильно, Джордж. Это кожура от банана. А еще здесь лук, морковь и разные остатки фруктов и овощей. Они понравятся бабушке и дедушке. Неужели бабушка и дедушка едят картофельные очистки? Хе-хе-хе. Нет, Пепа. Это для дедушкиного огорода. Они помогают овощам расти. О-о-о. Мы можем отвезти их после обеда. У-у-у, хорошо. Мама, Пепа и Джордж везут овощные очистки бабушки с дедушкой. Приехали. Ура! Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Дедушка-свин. Деда-ин. Мы привезли вам особенный подарок. А-а-а. Овощные очистки. Замечательно. Мой огород будет доволен. Твой огород ест овощные очистки? Хо-хо. Нет, Пепа. Эти очистки для моей компостной кучи. А что это? Я покажу вам. Вот она. Этот деревянный ящик. Да, Пепа. Но это очень хитрый ящик. Я высыпаю сверху эти очистки. Вот так. А снизу выходит отли...